Мерседес Бенц ГЛЕ Купе 6.3 АМГ Это аналог BMW X6, то есть так называемый класс кроссоверов купе. BMW X6 появился на свет еще в 2007 году. Тогда маркетологи BMW предсказали хороший спрос и запустили эту модель. 8 лет потребовалось маркетологам Мерседес Бенц, чтобы осознать то же самое, признать свою ошибку и в 2015 году выпустить аналогичную модель. Наша версия от АМГ, а это означает, что под капотом нас ждет что-то интересное. И действительно, там хорошо знакомый нам двигатель М157, который даже нам немножко надоел. 5,5 литра V8 B-Turbo, 558 л.с. в обычной версии и 585 л.с. в версии АМГ-С. Неопузданный крутящий момент передается на дорожное полотно через фирменную систему полного привода Ферматик, которая распределяет крутящий момент в следующем соотношении. 40% идет на переднюю ось и 60% на заднюю. Примечательно то, что на обыкновенных версиях ГЛЕ и ГЛЕ Купе распределение составляет ровно 50 на 50. Наш владелец, едва вкатав автомобиль, уже его затюнил. Здесь стоят бескатализаторные даунпайпы и прошивка RENTEC. Мощность порядка 700 л.с. Черт подери, 2 и 3 тонны набирают 200 вот так. Очень быстро, очень яростно и сопровождается это все сочным звуком V8. Вы вышли из-за поворота, посмотрели по сторонам, чтобы никого не было, чтобы никого не напугать. И открыли дроссель. Есть особый кайф от того, как моментально и сильно всаживает вас в сидение этот V8. Салон здесь, разумеется, самого последнего класса от Mercedes-Benz. Отличается только от 222 и от S-Coupé. Здесь обновленная Multimedia Command, которая позволяет выводить показания мощности крутящего момента на дисплей. И вы знаете, где-то я это уже видел. Точно, я вот это видел пару месяцев назад на X5M, который мы тестировали. И вы знаете, исполнение на X5M этих же функций мне нравится больше. Итак, сейчас мы узнаем всю правду. Заезд двух претендентов на звание лучших спортивных кроссоверов. 650 лошадиных сил под капотом X5M против 700 лошадиных сил под капотом GLE Coupé. Восьмиступенчатый автомат в BMW против семиступенчатого автомата Mercedes-Benz. Ну или синенькая машинка против беленькой. Шутки в сторону. Отключаю стабилизацию. Включаю режим Sport Plus. Готовлюсь к максимально эффективному старту на зеленый сигнал светофора. Так-так-так-так-так-так. 150. 180X уходит. Итак, второй автомобиль нашего тест-драйва это новенький BMW X5M. Но сегодня мы тестируем его в контексте сравнения с новым спортивным кроссовером от AMG. Что же интересного в BMW X5M? Что же он может противопоставить мерседесовскому флагману? Двигатель 4,4 литра, V8, две турбины в развале бока, 575 лошадиных сил и 750 ньютон-метров крутящего момента, которые разгоняют эту малышку до 100 за 4,2 секунды. Владелец установил бескатализаторные даунпайпы и перепрограммировал блок управления двигателем в компании EvoTec. На выходе 680 лошадиных сил и порядка 900 ньютон-метров крутящего момента. И это лишь тестовая прошивка, поскольку автомобиль новый и на него только-только разрабатываются решения. Тем не менее, разгон до 100 км в час теперь занимает 3,8 секунды. Выход из 4 на огромной 2,3-тонной машине. Это впечатляет. Что касается тормозной системы, то у меня нет нареканий. На обоих автомобилях установлены перфорированные вентилируемые диски диаметром почти 400 мм. Вкупе с мощными суппортами они останавливают тяжеленные автомобили уверенно и мощно. Что касается подвески и поведения автомобилей на дороге, то между ними очень и очень большая разница. Дело в том, что инженеры BMW сделали невообразимое. Они заставили этот автомобиль управляться как хороший спорткар. Вы не чувствуете массы, вы не чувствуете высокий центр тяжести. Вы чувствуете управляемость и то, как автомобиль прилипает к дороге. И вы знаете, мне кажется, M это магия, а не маркетинг. GLE 6.3 Coupé не дает таких ощущений. Более того, раскачивающийся кузов и неустойчивое поведение автомобиля в скоростных поворотах немножко напрягает и отбивает желание ехать на нем быстро. Да, в нем хватает подвески, чтобы передвигаться быстрее потока, но, наверное, не более того. На обоих автомобилях установлены автоматические коробки передач. В комфортном режиме обе коробки хороши и нареканий к ним нет. В спортивном режиме я хочу сказать, что BMW-шный автомат чувствует водителя чуть лучше, чем Mercedes-овский. Однако сказать, что он намного лучше, я не могу. Что касается двигателя этих автомобилей, то во многом они схожи. И там, и там V8, и там, и там две турбины, и там, и там сопоставимая мощность. Но характеры у них очень и очень разные. Мы покатались на обоих автомобилях. Москва, субботний вечер. Сейчас попробуем узнать, что же люди думают о внешности этих двух топовых кроссоверов. Какой автомобиль вы купили бы вашей девушке? 6.3 AMG. А себе? Ну, эту тоже, наверное. А, то есть два одинаковые. Я за Mercedes, а BMW не люблю. Ваш выбор? Г.В. Mercedes, наверное. Синяя, BMW тебе больше нравится? Мне BMW больше нравится. BMW, да, не BMW. А вам? Я всю жизнь любил Mercedes. Вот посмотреть на BMW и Mercedes, я выбрал бы BMW. Первую жизнь я выбрал бы BMW. У, у меня есть один поклонник, я чего-то добился в этой жизни. Отлично. Но, тем не менее. Я бы, наверное, Mercedes. Mercedes. На самом деле, мы как только подъехали, я заметила только Mercedes. А. Я люблю BMW, но поскольку аналог X6, а я, собственно, вожу X6, поэтому, наверное, я выбираю Mercedes. Какую бы вы взяли? Белая, белая. Белую взяли бы Mercedes. А почему? Ну, потому что, во-первых, трахаться удобно сзади, а во-вторых, белый цвет, он как-то очень гармонирует со всеми. Каверзный вопрос. Сейчас у девушки брал интервью до вас, она сказала, что предпочитает Mercedes, потому что, цитирую, на нем удобнее трахаться сзади. Что вы думаете по этому поводу? Не знаю, я Mercedes не пробовала. Я знаю, как BMW, и могу сказать, что там все отлично. Все отлично. Мечта всех плохих парней BMW, поэтому я... Ну, вы не вызываете впечатление плохого парня? Я в душе плохой. Машины просто нереальные. Мне ее лично в GLE очень нравится, потому что я сам фанат Mercedes. А что нравится BMW? Все нравится, если честно. Все отлично здесь, реально. Купил бы себе такой? Вот из этих двух какой автомобиль вы выбрали? Гелик, вот там белый стоит. А из этих двух? Никакой. А, то есть все, что не гелик, это не машина? Да, абсолютно. Все, спасибо вам большое. Бойтесь таких людей. У BMW игристый мотор, который любит крутиться до высоких оборотов и выдает всю мощность наверху. Тогда как у Mercedes ленивый V8 с большим объемом и с крутящим моментом, доступным снизу. Но едут они оба очень хорошо. У нас завершился тест-драйв двух топовых немецких кроссоверов. Это BMW X5M и Mercedes GLE Coupe 6.3 AMG. И подводя итог, я хочу оценить эти автомобили по следующим критериям. Первый и самый важный критерий – это ездовые характеристики. То, как машины чувствуют себя на дороге. И здесь я отдаю предпочтение X5M, поскольку он показал нам лучшую динамику разгона и лучшую управляемость. Второй пункт – это внешний вид. И здесь я присуждаю победу GLE Coupe, поскольку это новый кузов, который привлекает очень много внимания. Люди им интересуются, и его внешний вид еще не приелся. Третий пункт – это мультимедиа. И здесь я вновь отдаю балл BMW, поскольку система NBT более удобная и более логичная лично для меня. И четвертый критерий – это звук выхлопной системы. И здесь я отдаю предпочтение AMG, поскольку эти аппетитные перегазовки в режиме Sport Plus надолго останутся в моем сердце. Ну и крайний пункт я оставил лично за собой. Автомобиль, который бы купил я. И это X5M, поскольку я выбираю динамичную езду, уверенность за рулем. И этот автомобиль дарит эти ощущения. Но не стоит забывать, что это флагманские модели от BMW и от Mercedes, и они априори не могут быть плохими. Они всегда хорошие, но кто-то выбирает спорт, а кто-то выбирает классику и комфорт. Это был DragTimes Test Drive в Гураманске Рвели, и до новых встреч! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ